Добрый день, Богдан. Добрый день. 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 ни с того ни с сего в местах, которые не могут защитить априори. Это рестораны, бары, это концертные майданы, которые рижок за рижком изменяют и расстреляют людей, даже не объясняю, не высулаивая никакие требования. И это, конечно, сколихнуло, сколихнуло свит. То есть ситуация в Украине абсолютно другая? Конечно. Конечно, она значительно сложнее. Для света важно понимать, тем более, что Украина не имеет эффективных важных пока еще информационной работы в мире. Российская пропаганда достаточно успешно работает, навеяя различные хибные заявления о том, что где-то в чем-то виновна Украина, что она не доработала, где-то это гражданская война, где-то это внутренний украинский конфликт. И та же самая Западная Европа во многом смотрит на эту ситуацию в Украине глазами российских корреспондентов. И то, что написано в российских средствах або своих корреспондентов, которые имеют достаточно несфокусованный погляд на речи, або трактуют довольно, трактуют таким способом, с которым мы не можем погодиться. Но в этой информационной войне, пока что, важно сказать, чтобы Украина перемогла, что, скажем, даже уряды, те уряды, которые выступают против Российской Федерации, часами и ее политики в Украине, часами выявляются не способными негайно найти какие-то эффективные способи идеологической информационной противопоставки массовой пропаганды Российской Федерации. Богдан, ну, смотрите, я хочу вернуться к ситуации в Сирии, хотя вот после ваших слов... Да, мы и не шли дальше. Да, после ваших слов я понимаю, что если я сейчас скажу, что мы возвращаемся к ситуации в Сирии, вы чуть ли меня не назовете агентом Москвы, потому что, значит, вы сказали, что это в Москве выгодно, чтобы вот ситуация в Сирии приравнивалась, борьба там с террористами в Сирии, приравнивалась вообще к борьбе с терроризмом в мире. Александр, вам доведется очень много работать, чтобы я вас назвал агентом Москвы, я что-то суммешно в таком возможности. Ні, говорить нужно про это. И это как раз важно пояснить. И пояснить и наши внутричние аудитории, и пояснить и международные аудитории. Так, Москва намагается играть на ситуации. В Москве это вдается, потому что вона діє активно, вона займае проактивную позицию, вона не чекает, как будет развиваться ситуация, а вводит свои войска в Сирию. Вона створяет там певный войсковый потенциал, который начинает реализовываться, реализовываться шляхом бомбардуваний, шляхом каких-то поддержки наземных операций урядовых сил. И ее неможливо игнорувати, ее присутствие в Сирии. И фактически, одночасно, или випадково, или не випадково, или это сбег обставин, или нет, или в Париже, которые еще больше сосредствуют внимание от страны Запада, на необходимость что-то делать в Сирии. И тут Москва уже, а вона уже на месте, уже с бомбардувальниками, и она рада запропонировать свои услуги. Смотрите, Богдан, значит, вчера руководитель ФСБ Российской Федерации заявил о том, что падение, авиакатастрофа российского самолета Когалымавиа 31 октября над Синайским полуостровом российского самолета, это террористический акт. Это звенья одной цепи, или это как бы случайно, а сейчас просто, ну знаете, теперь вот говорят, что это уже террористический акт для того, чтобы обосновать введение наземного контингента в Сирию. Вы видите, держава, которая занимает активную позицию, пытается что-то делать, не имеет значения, что происходит. Она всегда вплетается в канву своей политики. Вот что делает Москва. На самом деле, ну как мы можем с вами знать, что это был террористический акт, или нет? Это могут знать следствия через недели, або месяцы прискиплевой работы, изучения всех материалов, уламки, там и так дальше, и так дальше. Египетские исследователи говорят, что сейчас нет вообще оснований, говорить о том, что террористический акт, или там просто поломка какая-то. Ну, следствия делают свою работу, так. Тобто, им нужно разобраться, после чего они сделают какие-то выставки, хотя тут, знову ж таки, Египет, очевидно, не належит до тех стран, которые мы можем вот так взять и назвать ничтожесть, умяшившись там вольными, демократичными и так далее. Мы можем тоже поставить під сумнів в незаангажованість следствия в Египте. Египту не хочется, чтобы это был теракт. Это тоже, зрозуміло, оскільки это поставить під сумнів их здатность забезпечивать безопасность на курортах, которые являются основным джерелом прибутки. Через это... То есть это потеря денег, да? Это имиджу, грошей, величезных ресурсов. Египет не хочет, чтобы это был терактом. Звичайно, для Египта будет лучше, если в результате виявится, что это какая-то техническая поломка, або вина пилотов, або еще что-то в этом роде, або что это бамба закладена, например, не в Шармель-Шейху, а в Москве, там, чи звідки вилетав, то или так. Тобто, ну, есть масса трактувань, но мы с вами не имеем другого выбора, чем просто следствовать за перебегом следствия и почути его финальные результаты. В тот час Москва використовує, тобто, от вона тягает каштани из огня, от намагается швидко разиграть и вплести фактически в любую ситуацию в свою внешнюю політичную канву. Ей вигідно привертать увагу до ситуации из ИГИЛ, привертать увагу до своих возможностей быть корисными святом. Москва сейчас пытается обойти блокаду, которая реально существует дипломатично, политично. Богдан, ну, смотрите, прежде чем к Москве перейти, а на самом-то деле вот эта ситуация с ИГИЛом и с угрозой терроризма, она имеет решение просто введением туда войск на территорию Сирии, не знаю, там, в северной части Ирака, российских, неважно каких войск. Я сумніваюсь в этом, честно говоря, потому что впродовж останнего десятилетия або навіть довше сформировалась такая очень интересная тенденция или явление. Фактически эти террористы или бойцы радикальных экстремистских загоней, которые кочуют из страны в страну от одного конфликта до другого. Вот, очень много рассказывают, что с начала гражданской войны в Сирии фактически значительно покращилась безбезпековая ситуация философия, ставление до життя, но верование у них принаймні формально належит до разных религий. Нет, мова идет про другие конфликты Ирака, Афганистан, конфликты на Близькому Сходе, Чечня. Тем более, что, например, по той же Франции известна 15 тысяч граждан Франции воюют на стороне Идил в Сирии. Это, как правило, это те, которые родились во Франции, жили во Франции? Это очень разные люди. И это, как имигранты, которые получили гражданство, те, которые родились. В основном, это люди, которые споведуют ислам, но я так понимаю, что могут быть очень разные люди среди них. Но, мова идет про 15 тысяч. И если раптом сейчас эта инфраструктура Идил в Сирии будет разрушена, это значит, что все эти бойцы загинут. Нет. Они найдут себе новый регион, новое место, новую страну для войны. А вот именно поэтому имеют вообще тогда проблемы решение или не имеют? Ну, з одного боку, выбору немає. Тобто, треба зламати військовий хребет, организацию Идил, але, якщо это все не будет сопровождаться достаточно широкою международной кампанией по поддержанию и допомозе регионам, которые потерпают в социально-экономическом плане, которые недорозвинены в плане инфраструктури, где существует надмирная бедность, где, ну, фактически, все эти регионы и есть джерелом походжения новых экстремистских рухов. И за солдатами должны идти вчители, должны идти лекаря, должны идти финансы, инвестиции, инфраструктуру, должны восстановиться, иначе это снова и снова эта страна. Даже если мы приберемо из-за одного экстремистов, там на завтра будут другие экстремисты. Богдан, ну, смотрите, любая война – это деньги, даже такая террористическая война – это все равно деньги. Тот же автомат купить – это не 5 гривен и не 5 долларов. В любом случае, а за счет чего тогда финансируется вот этот терроризм? Это тоже моби-видатки, так, бороться с терроризмом. Но, мне кажется, лучше инвестировать в эти страны, в их развитие, чем потом воювать. И инвестировать или восстановить инфраструктуру, уничтоженную в результате террористических актов. Что касается джерел надходжения, джерела очень разные в финансировании терроризма. И часто они ведут до певных релігийных групп, которые связаны с бизнесом, скажем, в арабских странах. Самые террористы, скажем, они заработают на викрадене людей, или они заработают на наркотрафику, на торговле с оружием, на торговле людьми. Там есть величезная кількість джерел походжения грошей, и деякі из этих джерел ведут и до Краины Захода, потому что не только боевиков постачают те же самые Краины Захидной Европы, но там очень активно происходят и фандрайзинг, то фактически эти все спільноты, которые идеологически близки до подобных рухов, они жертвуют грошей на то, чтобы своих бойцов отряджать туда, споряджать, поддерживать их. Так что это достаточно широкое коло вопросов. То есть нельзя просто так, ну не знаю, к примеру, как говорили, надо перекрыть наркотрафик, и вот тогда эти боевики будут лишены своего дохода, и тогда они все превратят свою деятельность. Это не решается на вопрос таких гасел или на уровне гасел надо. А что значит надо, что для этого нужно сделать? Например, наркотики где-то выращиваются, и кто-то, звичайно, те, кто выращиваются, выращивают наркотики, они получают копейки, живут за эти копейки. Но если ты заберешь у них эту копейку, чем они дальше займутся, например, в Афганестане те, кто выращивают обеяль? Возможно, пойдут на торговый путь, как это было много там столетий назад. Вот в том то и есть вопрос, что этим людям нужно какую-то альтернативу предложить, какую-то сельское господарство, какую-то экономику, какую-то промышленность, где они могут заработать те же копейки, те же деньги, честно работая и не создавая такие проблемы для других. Через это можно решить эти вопросы, но только одними воинственными способами это вопрос не будет решено. Хотя, еще раз скажу, это не значит, что не нужно воювать и не нужно бороться. Вот теперь про военный аспект. Я смотрю на мой хлопский розум, вижу, что как бы две коалиции, а то, о чем говорят, есть две коалиции. Одна коалиция, в которой присутствует порядка 60 стран, пусть не все они там участвуют военно, это во главе Соединенным Штатам Америки, Франции, Великобритании и так далее. И вторая коалиция, это вот такая, не знаю, ситуативная или какая-то там Россия, кто у нас там? Иран. И Башарасад. Башарасад. И Хезбалла я прочитал даже еще у российских политологов. А возможно ли объединение этих двух коалиций в какую-то большую антигитлер, гитлеровскую так называемую коалицию? Все робится сьогодні, в эту хвилину это происходит. Это дипломатия России, это как раз ее способ вернуться в серьезную политику. И видите, Россия не только створяет переговорный формат, но уже даже и командует и достаточно успешно туда залучается Иран, а там и там и Австралия. Так, на жаль, а вообще не создана такая коалиция? Чем командует Российская Федерация? Иснует, скажемо, антитерористичную коалицию, это группа стран, которые залучились до переговорного формата о регулирования сирийской кризи. Они ставят задачу не только побороть идил на данном этапе, но и смотрят глубже на ситуацию, что делать с Сирией дальше, как можно регулировать, как найти компромисс, как звезти Минске домовленостей, это просто близко они не не оценивают это как поразку, потому что они понимают, что в этот же время они экономически тиснут на Россию, они далеко позбавляют ее ресурсов, то Россия может играть в дипломатичные перемоги в тот час, как ее фактически подрывают ее экономичную могутность экономичными санкциями. То есть, если она хочет заплатить достаточно большое количество денег и таким образом, ну что ж, пусть платит. Ну, можливо, так, такое восприятие тоже есть, то есть, санкции будут скасоваными, это будет абсолютно повна, беззастережна перемога Російської Федерації. Вот смотрите, были введены, когда в свое время, ну это правда американские санкции против Советского Союза, но и при этом же продолжалось строительство там газопровода, там, это Турингой, Помары, Ужгород и так дальше в Европу, это не мешало строительству. То есть, с одной стороны были санкции, а с другой стороны все равно продолжалось экономическое, там, не знаю, сотрудничество и торговля и так дальше. Ну, Турингой, Помары и Ужгород існували в период існувания еще Варшавского Блоку, то есть, у Радянского Союза в Европе были сателлиты, которые, так бы, нужно было працювать на их интересах, або на поддержку, або на связи своими экономическими собой. Так что, тут, скажем, ситуация кардинально відрізняється. Тобто, зараз Росія фактично продовжує торговлю с країнами, які вводять протеїнні санкції. Це все-таки... Нет, вы считаете разное, да, все-таки? Окей, хорошо, вот смотрите, я хочу обратить внимание на эту фотографию этих двух людей, потому что, значит, оба президента, один президент Российской Федерации, другой президент Франции. Франсуал Ант сегодня сказал о том, что он повстречается на этой неделе, будет иметь встреча с Бараком Обамой, президентом Америки, проблемой. Почему он сказал, что, скорее всего, он полетит, да, в Москву? Это на дипломатическом языке это что-то означает? Ну, не знаю, там большее значение, вот он, поскольку он к нему летит. Так, Оланд иниціює переговори, тобто, показує, что он готовый ехать, говорит, что он зацікавлен в том, чтобы диалог отбылся. Это сигнал того, что я зацікавленный, я готовый до тебя ехать, говорить, потому что у меня есть определенный интерес. А что ему надо от Путяна? Ви знаете, ему требуется негайный результат, негайные действия, которыми он считается перед французами за эти жахливые вещи, которые происходят в Париже, за террористичные акты. Он хочет показать, что он активный политик, который может покарать винуватцев. Но, это, конечно, с одним террористом воювать против других террористов, это политическая недалекоглядность. Он програет в другом, если он это сделает. А в чем? Вон програет в том, что интересы Франции так или иначе будут ущемлены Российской Федерации, потому что в интересах Франции, скажем, поддержка мира в Европе, Россия этому не способен. Дотримание принципу территориальной ценности, поваги до суверенитета европейских або всех стран. Россия не поделяет эти принципы. Отже, если он сейчас вступит с ним в активный диалог и сприятит снижение напрямую вокруг России, он фактически играет против стратегических интересов и ценностей своей государственной Это когда-нибудь ударить. Смотрите, там же может быть еще и такой момент, что есть вот эти крайне правые в той же самой Франции, которые там сотрудничествуют, ну, говорят, что они содержатся господином Путином, да, есть там и платежки показывают. Ну, до певної меры, тобто, якое сфинансирование идет. А тут, как бы, он знает и говорит, окей, ребят, я сам буду с Путином разговаривать, то есть, может быть, он таким образом выбивает почву из-под ног у своих ультра-националистов. В том числе, в том числе, но абсолютно очевидно, что это спроба использовать для внутренних политических целей, ну, тут нема, значит, звичайно, его, прежде всего, критикуют опозиционные партии, навык нескольких громадян, которые, возможно, более стриманы и понимают, что терроризм это явление, но, звичайно, опозиционные політики должны его сейчас рвать на шматки за то, что Франция не может захистить себя и не способна сделать это эффективно в Париже навык. Вот через это так он хаотично шукает простые, быстрые, эффектные решения на очень сложные проблемы. А, возможно, таких простых, эффектных, эффектных решений и нет. И тут нужно было бы себя поводить трошки иначе. Багдан, знаете, вот в украинском социуме, от тех, кто интересуется политикой, очень сейчас распространена такая точка зрения, что Путин хочет получить в обмен на участие в Сирии, в этой сирийской антитеррористической операции, хочет получить там право закрепить за собой Крым, ну и свое влияние над Украиной. На ваш взгляд, это так? Да, он разберется, что он хочет. Ему главное втягнуть от той света, который сейчас выступил против него санкциями, втягнуть в диалог, снять санкции, а чем заканчивается дальше, он увидит. То есть это не окончательная цель? Ну, его кинцевая цель это зруйнувать единство евроатлантическую, тобто вбить клин между Европейским Союзом и СССР, то есть максимально снять вплив самого Европейского Союза прибрать серьезного конкурента, або, ну, силой, которая потенциально могла бы стати серьезной військовой, экономической, ну, экономической она есть, скажем, в Европейском Союзе, силой, а військовой, в данном случае, единою, нет. Отже, у него гра значительно больше, и тут в данном случае он готов идти маленькими кроками, або великими, как вдаётся, он изменяет тактику по ходу игры. А скажите, пожалуйста, тогда вот Франсуалан, почему это, это же ведь угроза не только, знаете, там, нескольким людям во Франции, это угроза всей Франции, наверное, ну, большинству Франции. А почему тогда он не обращается за помощью, согласно, там, пятой статье НАТО, да, он не обращается за помощью к НАТО? Потому что всё-таки ИГИЛа, это же не просто, там, несколько человек, а это уже, ну, определенная территория с определенными, там, какими-то государственными атрибутами. Это же можно же по-другому государству. Бачите, я звернув на це увагу навіть в ніч террористичних актів, його промова така була дуже замкнута на Францию, тобто, він, ну, уникнув, він не говорив нічого про те, що ми відчуваємо підтримку іншого світу, що ми з іншим світом, він говорив про наші цінності французькі і про готовність їх захищати скрізь, тобто, більше апелював до внутрішньополітичного середовища. Зараз він же збирається летить не тільки в Москву, але говорить і Сполученим Штатом Америки. Цілком, можливо, партнери підкажуть йому кращі, ефективніші способи. От, і в тому числі робота через НАТО, це можливість для Франції зберігається, вона не вичерпана, тут немає якогось, знаєте, там, дедлайн, тобто, немає якогось там дати, якщо до цього не звернувся, то далі вже не можеш. Подивимося, що зробить Франція, але, ну, поки що відчувається так, що він дивиться на певні внутрішньополітичні проблеми французькі і намагається от грати на зовнішній політиці так, щоб мінімізувати ризики внутрішньополітичні для себе, в тому числі, можливо, як ви справедливо помітили, вибиваючи російський козир у рук опозиції. Скажіть, пожалуйста, що все це означає для України? Ситуація для нас не покращується. Вона залишається стабільно складною і, можливо, з певним погіршенням прогнозів щодо того, чи здатні ми будемо підтримати цю міжнародну коаліцію, яка ввела санкції проти Росії, чи не втратимо випадково єдиний ефективний інструмент впливу на Росію – міжнародні санкції. Це означає, що українська дипломатія повинна прокинутись з литургічного сну і нарешті почати працювати активно на випередження, не витаючи на хмарах і в мріях про те, що вона перемагає когось, що комусь ми дали по зубам, а закатати рукава і працювати. Ситуація для нас не втішна на сьогодні. І заспокоюватись нема ніяких підстав. – Тоді такий питання. Смотрите, після терористичного акту в Паріжі президент нашої країни Петр Порошенко виступає, сказав, що тепер одна з головних вагалі угроз для України – це угроза таких же терористичних актів або угроза ісламського фундаменталізму. На основі чого президент, на ваш взгляд, робить? – Ви знаєте, при тому, що я послідовний критик Петра Порошенка повинен сказати, що в ніч терористичних актів Україна діяла майже бездоганно. Абсолютно правильно розставлені акценти у президента Порошенка в його промові на наступний день. Абсолютно правильно реагування, скажімо, посилення заходів безпеки для дипломатичних установ, якась візуалізація присутності військових на якихось об'єктах інфраструктурних, оголошено про прямі лінії, можливість надання допомоги громадянам України у Парижі. Це абсолютно зріла поведінка. Петро Порошенко правильно робить, йому треба себе позиціонувати і зрештою не себе особисто, а нашу державу з хорошими хлопцями. І якимось чином формувати... Тобто це типічне поведіння будь-якої європейської країни в такій ж ситуації. Показати солідарність, хто твій друг, з ким ти. І це зроблено правильно, бездоганно і якісно. Інша справа, що цього недостатньо, звичайно, це ніяк не вичерпує наші проблеми, тобто питання значно складніше. У нас є Мінські домовленості, у нас є Росія, яка тисне, у нас є під загрозою механізм впливу на неї міжнародні санкції. Звичайно, роботи значно більше, ніж просто солідаризуватися з Францією. Але те, що було зроблено, з моєї точки зору, зроблено дуже якісно, правильно і вчасно. Дякую. Богдан Єльоменко, глава фонда Майдан закордонних справ був гостем нашої студії. Сьогодні напомню нашим телезрителям, ми говорили о ситуации, які розвиваються вокруг Сирії. І це не тільки ситуація на Ближнем Востокі, і не тільки в Париже. Але, видимо, ми живем действительно на стільки глобальному мірі, що все це може иметь непосредственно отношення і к Україні. Оставайтеся з нами в ефірі Черноморської телерадиокомпании.